Скоро в Одессе новый сезон! По-любому! Билеты на концерт.ua, укртикет и сайте дизельшоу.ком Проходите. Вот, пожалуйста, инструктор по сексу. Здравствуйте. Саша, то, что ты не устраиваешь меня в сексе, это не обозначает, что ты должен приводить какую-то женщину к нам домой и заниматься с ней сексом. Да не, Ян, ты че? Ты вообще все не так поняла. Это инструктор по сексу. Ну, помнишь, ты нанимала хореографа к нам, чтобы мы первый танец на свадьбе выучили? Вот это примерно то же самое. Саша, я нанимала хореографа, чтобы мы с тобой не опозорились при всех гостях. Ты хочешь сказать, что мы экзамен по этому сексу тоже будем при публике сдавать? Да нет, конечно. Вы неправильно все поняли. По окончанию курса у вас будет сертификат и вам будет присвоено звание мастер секса. Вот, слышала? Мастер секса. Так что, Янчик, давай, наверное, освободи нам аудиторию. Сейчас у нас занятие начнется. О! Саша, знаешь что? Ничего я освобождать не буду, во-первых. Во-вторых, я так подумала, что и мне тоже надо повысить свою какую-то квалификацию, что ли. Да тебе-то зачем? Меня все устраивает. Саша, тебя, может, и устраивает, а вот у других... Что? Ну, они не жалуют. Начтитесь мне, пожалуйста. Мне, в принципе, все равно, с кого мне начинать. Прошу к нашему шалашу. О! О! Ну, ну, неправильно немножечко. Смотрите. Звук. Он должен идти как бы изнутри, от бедра. Подниматься выше, выше. О! 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 И долетать очень далеко до сердца. Да, давайте еще разочек. Итак, набираем. Ну, как бы акула глотнула тюльеня. Набираем, набираем, от бедра пошел звук. О! О! Вот. Видите, уже намного лучше. Так, хорошо. Позы и звуки мы и прошли. О! Теперь переходим к вам. О! О! Я уже все. Пойду перекурю. Что? А-а-а. Так, а... А-а-а! Дорогая, я дома! О! 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 у меня такое есть правда ну ничего ты же готовился так а тут туфли боже какие туфли правда и такие туфли у меня есть как же так егор что ты просто упаковал мои вещи так и скажи я забыл про день рождения я просто упаковал эти лет нет нет я не забыл ты что когда ты увидишь главный подарок ты все поймешь нет он шкафу я его так долго искал три два один вот он твой главный подарок еще никто из твоих подруг спорим не получал на день рождения своего любовника ой а как же музыкальный подарок ну-ка давай еще один маленький подарок лично от меня это что его билет в запорожье да ты едешь к маме пожалуйста егор не надо я тебя очень хорошо не надо собрала свои шмотки поехала к маме быстро не хочу к маме не хочу к запорожье а ты ты тоже едешь в запорожье так не на поезде ты едешь по почте по новой по старой съемки пойдем упаковываться смотри какая красивая коробочка 世界 Так давай, давай, мамочка, давай залазь. Ни у кого такой коробки держат. Все едут в плацкарте. Ах ты красивый такой. День. С бантиком. Ты как елочка на Новый год. Привыкай. Так работает почта. Ну, вы знаете, это как-то странно, по меньшей мере. Ну, во-первых, она, скорее всего, не согласится. Да не переживайте вы так, согласится. Ей вообще на самом деле все равно. Во-вторых, вы меня вообще не знаете. Да, как это не знаю? Знаю. Вот смотрите, и вот справочка о том, что вы совершенно здоровы. Я знаю, где вы работаете. Знаю, как вы и когда работаете. Сколько денег получаете. Послушайте, дорогой мой человек. Я знаю о вас больше, чем о своей жене. Ой. Янчик, знакомься. Помнишь, я это, говорил, 5-го числа в командировку уеду на недельку? Да. Так вот, сегодня 5-е число. А, это твой коллега? Ну, в какой-то степени да. Угу. Это Евгений. Яна. Яна. Здравствуйте. Яночка, он эту неделю будет твоим любовником. Да. Чем? Любовником, любовником. Да и посмотри, это же уникальный персонаж вообще. Компактный и интересный, симпатичный. Вот смотри, смотри, легко в шкаф помещается. Вот. А ну, залезь, смотри. Раз. Оп. Вылазь, 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 вылазь. Вот. Вообще, супер вариант. И еще, к тому же, совершенно здоров. Саша, спасибо, конечно, за беспокойство, но зачем мне это? Ну, Янчик, как зачем? Понимаешь, если честно, я тебе не очень доверяю. А так я буду знать точно, что ты в надежных руках, что не привезешь себе домой какого-нибудь кабеля. А вот это точно. Потому что я чужих в доме не терплю. Вот видишь, видишь, это же вообще замечательный бонус. Так, слушай, это получается и мама ее приехать не сможет? Это исключено. Класс! Замечательно! Саша! А? Ну, а вдруг он на меня там накинется, захочет изнасиловать? Яночка, исключено! Вот справочка о том, что у этого замечательного человека на полшестого. Ну, давайте, знакомьтесь, общайтесь, а я пошел мыться. Вы, Саша, коллеги, да? Нет, совершенно нет. Я музыкант. Да вы что? Да, аккордеонист. Кто? Аккордеонист. Римский Корсаков, полет шмеля. Давай, я уже сигарю. Да я эти, забыл. Где? Наверное, в такси, вместе с цветами. Ёлки-палки. Хорошо, тогда я в следующий раз свое желание забуду в такси. Яночка, ну, чего ты? Я же на... Ну, что? Прячься! Подожди, там, там бампер! А там темнее резина! А, сейчас. Ну, давай под одеяло. Все равно, наверное, ненадолго. Здорово, малая! Здорово, муж! Короче, все. Набомбился я. Подожди, ты же говорил, что хотел сегодня подольше побомбить. Ну, да. Я просто сегодня одного лоха из аэропорта вез. Так у меня не было сдачи за 100 баксов. Так я взял 75 чаевыми. Ага. Может, ты поедешь еще там своей жене на шубу заработаешь, ага? Да не, не, все уже, наездился. Кстати, о! Цветочки тебя! Твои любимые! Просто лошара какой-то в машине забыл, ага. Вот видишь, я тебя сразу подогнал. Кстати, он тут еще пакетик забыл один. О! С конфетами своими любимыми. Вечерний обухов, ага. О! Да тут и шампанское твое любимое! Ё-моё! Вот это мы сейчас шваркнем по 50. Правда, мне потом за руль. А, хотя, когда меня это останавливало вообще? О! Да тут и презервуары. Точно романтик какой-то. Купидон ехал. Ну, понеслась! Ай! Ой! Ай! Ой! Здрасте. Ах ты, рыбий глаз! Я тебя узнал! Это ж ты тот ног, который у меня все это в машине забыл! Вы все не так поняли. Я вообще никакой не рыбий глаз. Я Купидон! Да! Приехал вашу жену подготовить к вашему приезду. Ага, Купидон. Готовь крылышки! Сейчас мы тебя с балкона запускать будем. Куда с балкона? Не надо, я лучше поеду. На такси. Куда? В аэропорт и по двойному тарифу. Поверь, я за что говорю. Я по двойному не поеду. По тройному. Что ж ты тогда сидишь тут это? Одевайся давай быстрее. Ага. Все, я тебя внизу жду. Все. А то смотри мне. Из-за тебя я еще и на простой возьму. Понятно? Я тогда быстренько. На шашку захвати. Ага. Все. Все. Буду вечером. Добрый вам вечер. Здрасте. О господи. Скорее. 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 Подождите. А вы кто такой? Это же не твой муж. Нет. Я могу сказать ваш шанс уехать отсюда на такси, а не на скорую помощь, молодой человек. Что? Что? Я прекрасно знаю во сколько ее муж должен вернуться домой. Да. Ну вот же еще целый час и две минуты. А у вас очень хорошие часики. Да. Но мои лучше. Я бы так не сказал. Цена ваша максимум 5 долларов, а это Швейцария. Именно поэтому я и предлагаю купить вам мои часики всего лишь за 200 долларов. Я за них и копейки не дам. Что вы говорите? А мои часики идут точнее. Они лучше. Чем это они лучше? Это Швейцария. Да. Но эти часики идут точно так же, как идут часики ее мужа. А он уже два дня забыл перевести стрелочки. О господи, это он уже наверное в прихожей сейчас. Что мне делать? Что делать? Как вам сегодня повезло? Боже, сегодня ваш день. Бонусом за 300 долларов. Пожарная машина спустит вас сейчас с балкона. 300 долларов? Ну у меня только 200. Ой, что же делать? Ладно, часики подойдут. Часики? Ну ладно, больница вышла бы дороже. Спасибо. Скажите пожарному Изе, чтобы вас доставил в любую точку города, но только в пределах Кольцевой. Спасибо, спасибо. Вениамин Яковлевич, ну какой же вы прекрасный сосед. Согласен. Согласен, Яночка. Это ваша доля. Скажите, пожалуйста, Яна, кто у нас завтра? Завтра у нас Антон, капитан дальнего плавания. Ммм, прекрасно. Я, может, ему рыбу продам. Саян. Две недели уже лежит, никто не ест. Даже коты. Так, Яночка, я пойду. С вами приятно иметь дело. И с вами. Хорошо, что между нами только дело. В смысле иметь. Эх. Если бы они узнали, что мой муж еще полгода назад уехал, никакого бизнеса бы не было. Смотри, Петренко, был у нас рабочий день, а теперь выходной. Согласен. О, устал. Кошмар, десять утра, а я уже наработался. Здорово. О, ты смотри. Связь отключили, а девушка по вызову все равно приперлась. Спортцовая, ты что, соскучилась за нами? Да не дай бог. Мальчики, мне показалось, что вчера за мной кто-то следил. Ну, мы же не можем посадить человека из-за того, что тебе там что-то показалось. Да нет, я не прошу, чтобы вы кого-то садили. Ты хочешь, чтобы мы твоими телохранителями стали? Это можно, конечно. Только учти, оплата у нас подчасовая. Ха-ха-ха, твоя школа. Да из вас такие телохранители, как из меня педагог. Да нет, я хочу, чтобы вы научили меня приемам самообороны. Короче, Скворцова, я тебе отдам один совет и запомню его на всю жизнь. Юбка должна быть в два раза длиннее, а декольте... Вот такое должно быть декольте у тебя, и тогда точно к тебе никто приставать не будет. Да при чем здесь это? Это моя рабочая одежда, как у вас мундиры. Давай это не сравнивайте. Вы лучше научитесь, что мне делать, если на меня маньяк нападет. Ладно, значит вместо вот этих своих лабутенов возьми кроссовки вековые, и тебя ни один маньяк не догонит. Это наш любимый прием. Ну при чем здесь кроссовки? Ой, ладно, пойду кого-нибудь другого спрошу. Ему и дань отдавать. Так, Скворцова, стоять. Иди сюда. Ладно, покажем мы тебе пару приемов. Запрещено. Что делать? Значит так, Скворцова, слушай внимательно и запоминай. Слушай, я два раза не повторяю. Понятно? Понятно тебе? Так точно. Все. Значит смотри, самый главный прием это эффект неожиданности. Неожиданности. Повтори еще раз. Неожиданности. Вот, молодец. Значит так, смотри, допустим, грабитель хочет отобрать у тебя сумочку. Твои действия. Смотри, ты вот сумочкой такая, и вот грабитель. Давай. Ну что, красотуля, сумку сюда. Раз, по башке. Понятно? Все очень просто. Эффект неожиданности. Просто раз, по башке и все, да? Конечно. Поверь мне, этого достаточно. Главное, неожиданно. А если маньяк хочет не украсть мою сумочку, а меня изнасиловать? Ой, там такой же самый прием. Раз и сумочка. Неожиданность. Ну хочешь, сама попробуй. Хочу. Так, а ну давай. Ага. Ты, значит, маньяк, а ты, это, ну, короче, ты спортсовая. Жертва. Да, мальчики. Мне кажется, ваши приемчики не очень-то помогли. Так это, потому что не было самого главного. Эффекта неожиданности. Потому что мы знали, как ты будешь обороняться. Ну ты не бойся, мы никому не скажем, и в следующий раз ты точно сможешь защититься. Так, все. Я вроде отдохнул. Можем продолжить тренировку. Так, я такой маньяк. Ааа! 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 Вот он. Эффект неожиданности. Правильно? Совершенно верно. То-то же. Матрарик. 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 Извините. Красота. Вам трубочку ставить или так выпейте? Да не мне, это вон, девушке. Просто интересно, можно мою трубочку в ее коктейль вставить? У нее же есть трубочка. Серьезно? Так на вид вроде баба, так и не скажешь, что у нее трубочка есть. В коктейле трубочка. Ааа! Да ты ешь. В общем, передай коктейль, скажешь от меня. Путь сделан. Так. Пожалуйста. Это вам мужчина напротив передал. Ой, неожиданно. Передайте ему мою благодарность. Девушка сказала вам большое спасибо. И? Все. Короче. Передай ей. Понял? Так и передать. Мужчина просил передать вам, что он бы хотел... Ох так! Передайте ему, что я не такая. Еще вот это. Ой! Ну, что? В общем, она просила передать вам вот это. Что? И сказала, что она не такая. В общем, рано еще. Сделай-ка ей еще один коктейль. Хорошо. Сколько она выпила? Уже три. Значит, готово. Передай ей вот это. Так и передать? А? Так и передай. Еще раз здравствуйте. Мужчина просил передать вам вот это. А тогда передайте ему вот это. Ох! Она просила передать вам... Не надо, не надо, не надо. Я все видел. В общем, рано еще. Сделай-ка ей еще один коктейльчик. Только покрепче. Как скажете. Ага. Ничего, ничего. Значит так. Сейчас ты идешь к ней и передаешь то, что мы пытались. И передать последние пять раз. Сейчас она точно готова. Вы в этом уверены? Уверен, уверен. У тебя все получится. Давай. А-а-а! Девушка, тут тот мужчина хотел вам передать, что... Вау! Красавчик! Что ты там мне передать хочешь? Это не я, это он! Он! Все. А-а-а! То есть не ты мне! А-а-а! А-а-а! Я. Я, конечно, я. Одну минутку. Ну и что? Девушка просила передать вам, что не нужно их больше угощать. У вас с ней ничего не получится, поэтому вы можете идти домой. Блин, да что за день такой нефартовый? Видишь, рабочая схема. Не получилось. Ну а у нас-то все получится сейчас, да? Девушка. Девушка, а как же... А как же... Мужчина! Мужчина, вернитесь! Она просила вам передать, чтобы вы ей такси вызвали. И еще поплатили. Мужчина! Девушка, хотя бы поцелуй. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На троих Субтитры создавал DimaTorzok